Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Родин Игорь Александрович. Я старший научный сотрудник кафедры аналитической химии, доктор химических наук. Сегодня я вам расскажу о исследовании компонентов растительного сырья. И особый интерес в этой области представляет исследование продуктов питания и биологически активных добавок, изготовленных из растительного сырья. Поскольку эти продукты на сегодняшний день очень широко распространены, но в силу их чрезвычайной сложности до сих пор не всегда понятно, за счет каких соединений и каких компонентов достигается положительный эффект от употребления этих продуктов и приема биологически активных соединений. Вот такое громкое название «Загадка женьшеневого чая» с под названием «Выделение и идентификация стероидных сапонинов из растительного сырья и продуктов на его основе». Ну, что такое женьшень? Женьшень — это многолетнее растение, которое выращивается, произрастает на Дальнем Востоке. На самом деле женьшень — это целое семейство растений, в котором выделяется несколько близкородственных видов. Это традиционный азиатский женьшень, это псевдоженьшень или женьшень американский, который также широко распространен и который, кстати, очень часто используется для фальсификации продуктов на основе женьшеня. Наиболее ценным в биологической и фармакологическом плане компонентом женьшени является корень женьшеня. Вот если вы внимательно посмотрите на слайд, вот он изображен. Корень женьшеня, его ценность очень сильно коррелирует с его возрастом. Чем более старый корень, тем более высокая его ценность и выше в нем содержание физиологически активных веществ. На сегодняшний день из женьшеня, преимущественно из корней женьшеня, выделено более чем 650 органических соединений, которые объединены в класс генсинозидов. Проще говоря, генсинозиды — это основные активные действующие компоненты женьшеня, эффектом которых обусловлено положительное влияние женьшеня на организм человека. Женьшень обладает совершенно разными позитивными свойствами. Он показывает высокую адаптогенную активность, то есть помогает повышать сопротивляемость организма человека в сложных условиях. Женьшень обладает противоопухолевой активностью, женьшень обладает способностью омолаживать организм и прочее. Поэтому уже более 3000 лет женьшень активно применяется в традиционных азиатских медицинах, прежде всего в китайской и корейской, где считается чем-то вроде панацеи. То есть препарат, который можно принимать постоянно, препарат, который нужно принимать постоянно, как в лечебных, так и в профилактических целях. Важной сферой применения женьшеня является приготовление напитков на его основе. И эти напитки можно разделить на две группы. Прежде всего это напитки на основе корня женьшеня, в которых женьшень является основным компонентом, это так называемый женьшеневый чай. Он производится в виде вот такого мелко измельченного корня, который может быть расфасован либо в чайные пакетики для заваривания, либо может быть просто расфасован в виде порошка также для заваривания. В последние несколько лет появились также азиатские фитопродукты на основе корня женьшеня, которые являются неким аналогом растворимого кофе. То есть это экстракт женьшеня, который высушивается и расфасовывается в пакетики для размешивания. Вторая группа женьшеневых напитков это женьшеневые улуны. Женьшеневый улун это разновидность чая, то есть основным компонентом этого напитка является лист чайного дерева, в который добавляется экстракт или мелко измельченные части корня женьшеня. Женьшеневый улун довольно распространенный напиток, его купить, приобрести гораздо проще, чем собственно женьшеневый чай. И содержание женьшеня в нем может составлять до нескольких процентов по весу. Чаще всего женьшеневые улуны выглядят как такие камешкоподобные зерна, которые завариваются так же, как обычный зеленый чай. И которые обладают специфическим приятным, таким сладковатым вкусом. И что самое главное, женьшеневый чай обладает очень высокой тонизирующей, общей укрепляющей способностью. Поэтому в Азии его употребляют очень широко и в последние годы такой женьшеневый чай можно легко приобрести практически в любом городе нашей страны. Вплоть до того, что российские производители чаев, российские поставщики чаев производят внутри страны фасовку такого чая и он активно продается. Основным компонентом женьшеневого улуна является, собственно, как это следует из названия, чай улун. Давайте мы немножко поговорим о китайской классификации чаев. В Китае принята традиционная классификация в виде набора цветов. Это белый, зеленый, улун, или как его часто сами китайцы называют, бирюзовый, красный чай, который у нас принято называть черным. И, собственно, черный в китайской классификации цветов чая – это чай пуэр. Основой этой классификации является степень ферментации чаев. Из нее несколько выпадает так называемый белый чай, потому что белый чай делается из почек незрелых листьев чайного дерева. И его главным отличием от всех остальных видов чаев является отсутствие или пониженное содержание кофеина. Поэтому его широко в последнее время рекомендуют употреблять тем, кому противопоказан кофеин. Часто его назначают беременным женщинам в качестве замены традиционного чая. Желтый чай – это подвид зеленого чая, который часто их эти два чая в один зеленый чай объединяет. Зеленый чай – это зрелый лист чайного дерева, который подвергнут минимальной ферментации. Традиционный зеленый китайский чай обладает чрезвычайно слабо выраженным вкусом, практически не обладает вкусом и сохраняет запах листа чайного дерева. То есть китайцы очень часто говорят, что зеленый чай пьют не для того, чтобы почувствовать вкус, а для того, чтобы ощутить аромат чайного дерева. Следующая градация чая – это частично ферментированный чай бирюзовый или улун. Третий уровень, о котором мы сейчас подробнее поговорим – это красный чай в китайской цветовой градации чаев. Нам он знаком как черный. Что такое красный или черный чай, для нас знакомый как черный? Это полностью ферментированный чайный лист. В отличие от зеленого чая он подвергается полной ферментации, приобретает темную окраску и, в отличие от зеленого чая, он не склонен портиться при хранении. Самые дорогие зеленые чаи хранят даже вплоть до того, что их замораживают в холодильнике, в вакуумной упаковке, и хранятся они совершенно недолго. Поскольку полежавший зеленый чай, он в целом продолжает быть похож на зеленый чай, но своего основного целебного эффекта он после даже не очень длительного хранения не имеет. Черный чай, в нашем понимании, или красный китайский, этого свойства лишен. Он долго хранится и, собственно, по этой причине в Европе более распространен черный чай, поскольку во времена 16-17 века, когда начинается активная поставка чая из Китая в Европу, доставка чая занимала по морю несколько месяцев и зеленый чай просто довезти было невозможно, поэтому в Европу попадал черный чай. Поскольку сам лист после ферментации приобретает практически черный темно-коричневый оттенок, то в Европе он получил название черный, хотя китайцы, сами еще раз подчеркну, называют его красным. И улун – это что-то среднее. Для черного чая, кстати, характерно отсутствие в китайском понимании чайного запаха. То есть черный чай, как это непарадоксально звучит с точки зрения китайца, пахнет не чаем. Но для черного чая характерен ярко выраженный сильный вкус. И китайцы употребляют этот чай для того, чтобы почувствовать приятный вкус. Между неферментированным зеленым и полностью ферментированным красным чаем лежит бирюзовый чай улун. Причем здесь надо понимать, что степень ферментации для улуна может лежать в очень широком диапазоне. То есть есть разновидности улунов, которые больше похожи на зеленый чай. Есть разновидности улунов, которые неискушенному потребителю практически невозможно отличить от черного чая. То есть улун объединяет в себя свойства зеленого и красного чая. Он имеет запах чая и вкус чая, в отличие от практически безвкусного зеленого. Поэтому он пользуется большой популярностью. Ну и два слова нужно сказать о чае пуэр. Это совершенно уникальный китайский продукт, который мало знаком, наверное, широкой общественности. Это постферментированный чай. То есть он получается путем дополнительной ферментации. Этот чай с большой выдержкой. Он имеет ярко выраженную темную окраску и имеет очень специфический вкус и запах древесный. Некоторые российские потребители считают, что он отдает рыбой. Связано это с тем, что фактически он получается путем закапывания зеленого чая в землю и выдерживания его в специальных условиях под землей в течение многих лет. Самые дорогие сорта пуэра — это чаи, которые находились в земле более 20 лет. В Китае даже была такая традиция, когда в семье рождалась девочка, приобретался зеленый чай, закапывался в землю, и к тому моменту, когда девочке нужно было выходить замуж, когда она вырастала, этот чай извлекался, продавался, и на эти вырученные деньги приобреталось приданное для девочки, которая выдавалась замуж. Улун в Китае, пожалуй, самый распространенный и самый популярный чай, поскольку он наиболее универсален, и добавка туда женьшеня вполне очевидна. Традиционно на рынке можно найти отдельные разновидности черного и зеленого чая с добавкой женьшеня, но они довольно редки. Поэтому объектом нашего анализа, объектом нашего исследования стал именно женьшеневый улун. Здесь надо понимать, что чай, используемый для производства разных сортов женьшеневого улуна, может довольно сильно отличаться по происхождению, по степени ферментации и по прочим другим параметрам. Для того, чтобы охарактеризовать состав растительного образца, чаще всего используется метод жидкостной хроматомасспектрометрии. Этот метод позволяет производить разделение отдельных компонентов, входящих в состав продукта, и позволяет получать спектральные характеристики для компонентов, которые входят в состав этого продукта. То есть фактически для каждого хроматографического пика на данной хроматограмме мы имеем набор вот таких вот масс-спектров. А каждый пик соответствует индивидуальному компоненту чая. История данного исследования началась в 2012 году, после того, как у одного из наших сотрудников состоялась командировка в Шанхай, откуда он привез аутентичный женьшеневый улун. Другой сотрудник нашей лаборатории, не очень знакомый с китайскими чаями, воспринял его как обычный напиток и начал его употреблять не совсем контролируемо. После приема большого количества этого чая в течение одного рабочего дня он почувствовал сильнейшее возбуждение, сильнейшее улучшение настроения, ну и, как это сейчас говорят, у него сорвало в прямом смысле слово «крышу». После этого он не мог спать в течение всей ночи, и на следующий день, вернувшись в лабораторию, он с большим интересом решил этот чай исследовать. При этом до этого мы уже занимались исследованием женьшень, содержащих продуктов, но женьшеневый улун не попадал в область наших интересов. Была получена его масс-хроматограмма, на которой были обнаружены нехарактерные для других женьшеневых продуктов пики, для которых мы увидели набор масс-спектров. Каково же наше было удивление, когда мы увидели для этих пиков характерные для женьшеневых соединений образы пиков или так называемые паттерны фрагментации компонентов, но аналогов ни в составе традиционного женьшеня, ни в составе других женьшень, содержащих продуктов, мы не видели. При этом, когда мы стали исследовать просто сам чай улун, мы также увидели, что никаких женьшенеподобных сапогенинов в этом продукте нет. Таким образом, мы были, по всей видимости, первыми, кто пронаблюдали в составе женьшеневого улуна набор женьшенеподобных соединений, не имеющих аналогов в составе исходного женьшеня. Очевидно, что эти соединения возникают в результате ферментативного воздействия в процессе изготовления женьшеневого улуна. Как оказалось, женьшень добавляют непосредственно к чайному листу, и процесс ферментации чайного листа и экстракта женьшеня протекает вместе. Как следствие, образование целого набора нехарактеристичных для традиционного женьшеня компонентов, и очевидно, что эти соединения являются чрезвычайно интересными, поскольку они очень похожи по своей структуре, на что указывало сходство масс-спектров на компоненты исходного женьшеня. И с этими соединениями у нас возникло желание и необходимость разбираться. Вот здесь на этом слайде представлены структуры типичных компонентов, входящих в состав женьшеня. Это так называемые женьшеневые сапогенины, и их масс-спектры. Состав женьшеневого сапогенина, которые по своей структуре являются фитостероидами, то есть стероидоподобными соединениями растительного происхождения, он всегда очень похож. Это общий углеродный скелет стероидного типа, в котором содержится большое число самых разнообразных заместителей. Причем эти заместители могут иметь разную структуру и природу. Это могут быть какие-то внешние небольшие функциональные группы, например, формил, маланил или ацетил. И это могут быть сахара, сахара, которых набор также достаточно большой. Кроме того, возможно возникновение изомерии, связанной с различным расположением заместителей, с различным порядком возникновения дисахаридных групп и многими-многими другими возможностями. Именно поэтому генсинозидов, близких по свойствам и структуре, на сегодняшний день известно так много. И благодаря исследованию масс-спектров и так называемых паттернов фрагментации, мы можем четко, совершенно производить отнесение определенного компонента к определенному типу сапогенинового основания, то есть того самого стероидного скелета, и мы можем устанавливать наличие по отщеплению той или иной функциональной группы или того или иного углеводного остатка. Наиболее распространенными являются три типа сапогенинового скелета. Они очень близки между собой. Это протопанаксодиол и протопанаксотриол. Гораздо реже исключается оксотриол, который также иногда присутствует в естественных источниках генсинозидов. Для того, чтобы установить структуру этих соединений, нам потребовалось провести колоссальное исследование. И здесь, конечно, основными инструментами исследования была масс-спектрометрия высокого разрешения в сочетании с жидкостной хроматографией. Мы выделяем пик, получаем сведения о точных моноизотопных массах этих компонентов. Благодаря тому, что точная моноизотопная масса однозначно связана с брутоформулой, мы можем остановить однозначную брутоформулу. Это чрезвычайно важная информация. Хитрость в том, что для того, чтобы проводить такие эксперименты, требуется инструмент с максимально высокой разрешающей способностью. Здесь мы имели возможность воспользоваться прибором типа орбитальная ловушка с разрешающей способностью от 35 тысяч. В некоторых экспериментах эта разрешающая способность доходила до 140 тысяч. Но для молекулярных масс, лежащих в районе от 700 до 1000 дольтон, даже, наверное, от 500 до 1000 дольтон, мы вот этой разрешающей способностью вполне удовлетворены. Она нам дает в большинстве случаев однозначные или небольшие, однозначные брутоформулы или небольшие наборы возможных брутоформул. Самое интересное в этих всех экспериментах — это не получение эксперимента, а интерпретация данных. Эксперимент может занимать 2-3 дня, интерпретация данных может занимать интервал до нескольких месяцев. На основе полученных данных производится установление набора возможных структурных фрагментов, которые присутствуют в нашей молекуле, как то тип сапогенинового основания, типы заместителей и типы углеводов. Мы их выделяем в отдельную группу заместителей, поскольку они имеют свою специфику в масс-спектрах, и набор возможных углеводов, и их последовательность — также очень важная информация. Кроме того, изучая спектры второго поколения, мы можем устанавливать порядок, в котором происходит отщепление углеводных фрагментов и тем самым устанавливать их расположение в составе нашей молекулы. Но для того, чтобы полностью установить структуру нашего соединения, нам нужно соединение не просто увидеть и не просто получить его спектр, а еще и выделить его в индивидуальном состоянии. И вот эта задача наиболее сложна. Посмотрите, здесь представлены общепринятые подходы к выделению компонентов из растительного сырья. Посмотрите, насколько сложна эта процедура. Мы берем навеску образца, в данном случае это небольшое количество чая, проводим экстракцию для извлечения компонентов водно-спиртовыми растворами, часто на основе метанола, поскольку он обладает лучшей экстракционной способностью для полярных соединений, чем этиловый спирт, хотя этиловый спирт тоже широко используется. И, кстати, одним третьим видом традиционных женьшеневых напитков является настойка женьшеня на спирту, которая также в Азии весьма распространена. Но это несколько другой напиток с несколько другим целевым назначением. Его все-таки используют как алкогольный напиток, и не как напиток повседневный, и не как биологически активную добавку. После этого происходит упаривание полученного экстракта в токе азота для его концентрирования, перерастворение полученного сухого остатка в небольшом объеме. Здесь на самом деле мы получаем довольно большой объем экстракта, и на этой стадии мы проводим фактически концентрирование целевых компонентов. Далее экстракция умеренно гидрофобных соединений, еще одно перерастворение, очистка с использованием процедуры твердофазной экстракции. Вот этапы проведения твердофазной экстракции на картридже. Фильтрование полученного илюата, который мы получили с помощью твердофазной экстракции, и после этого очищенный и сконцентрированный экстракт мы подвергаем разделению с помощью препаративного ВЖХ. Может возникнуть вопрос, а почему сразу не взять вот этот экстракт и не поделить его на препаративном ВЖХ? А потому что, если мы возьмем этот экстракт, мы увидим там такое количество компонентов, что даже возможностей препаративного ВЖХ будет совершенно недостаточно для выделения относительно чистых, ну хотя бы чистотой 90%, интересующих нас фракций, поскольку на этом этапе мы можем удалять балластные соединения, которых очень много в растительном образце. После этого мы леофилизуем полученные фракции и проводим массоспектрометрическое, и, что самое главное, подтверждение структуры методом спектроскопии ядерно-магнитного резонанса. Массоспектрометрия, несмотря на то, что она позволяет установить молекулярную массу, установить количество и состав, набор фактически функциональных групп в структуре, массоспектрометрия не дает ответа на такой вопрос, как конкретное положение в структуре. То есть массоспектрометрия в ряде случаев может показывать на положение, но для некоторых функциональных групп по массоспектральным данным сделать это невозможно. Здесь единственным методом для уточнения положения функциональной группы является применение спектроскопии ядерного-магнитного резонанса. Давайте посмотрим на хроматограммы. Это хроматограмма экстракта до разделения. Как видите, здесь, что называется, лес пиков, колоссальное количество балласта. И самое главное, что это интенсивности, сигналы, которые показывают на содержание балластных соединений. Обратите внимание, что после очистки мы получаем гораздо менее перегруженную компонентами хроматограмму, и при этом интенсивность балласта существенно практически в два раза снижается, благодаря чему мы также получаем увеличение интенсивности целевых компонентов. Здесь хроматограмма, которая характеризует процессы очистки и твердофазной экстракции. Хроматограммы постепенно из вот таких ужасных превращаются в хроматограммы, нас интересующие. При этом естественные условия проведения эксперимента выбираются таким образом, чтобы удалять максимум баланса и сохранять максимум пиков в той области хроматограммы, где лежат наши целевые сапогенины. Выделение с помощью полупрепаративного. ВЭЖХ позволяет вот из такого набора компонентов получить практически индивидуальные вещества. И произвести выделение отдельных нас интересующих фракций. И вот такие практически чистые компоненты, которые мы по итогам вот таких сложных экспериментов выделили, мы исследуем с помощью спектроскопии ядерно-магнитного резонанса. А это на сегодняшний день самый мощный метод установления структуры в плане однозначности нахождения положения функциональных групп в молекуле. Получаем вот такие спектры. Здесь речь идет о спектрах на ядрах С13, так называемые углеродные спектры. Ну и естественно для полного характеризования мы вынуждены получать не только углеродные, но и протонные спектры, а также самые разнообразные корреляции. Это примеры спектров. И вот на этих спектрах ядерно-магнитного резонанса мы уже видим отдельные сигналы, отвечающие конкретным функциональным группам. Следующий этап это получение так называемых корреляций или многомерных спектров. Вот эти корреляции, если говорить грубо в первом приближении, позволяют нам не только показать наличие функциональных групп, но и показать их взаимное расположение. Ну вот здесь, например, вы видите, что у нас по одной оси спектр протонный, по другой оси спектр углеродный. И получая вот такие спектры, мы можем совершенно четко говорить о том, где расположены, во-первых, какие-то функциональные группы, а во-вторых, где они расположены. Имея сведения о наличии функциональных групп, взаимном расположении, молекулярных массах, типе сапогенина, мы можем совершенно четко говорить о том, какая наша возможная структура. Ну а дальше, вот как на этой картинке, мы берем карандаши, обязательно берем ластик и начинаем собирать пазл. Вот эта процедура собирания пазла, она для целевых компонентов у нас затянулась где-то на полтора года. То есть где-то полтора года у нас заняло выделение, накопление исследуемых соединений, очистка и концентрирование. В отличие от масс-спектрометрии, спектроскопии ЕМР метод относительно малочувствительный, поэтому нам необходимо было получить хотя бы по несколько десятков миллиграмм этих компонентов, что также сложная задача для накопления такого количества исследуемых соединений, нам пришлось провести более тысячи циклов выделения. И вот таким вот образом на основе данных постепенно, постепенно, постепенно собирается картина. Сначала мы устанавливаем тип сапогенина, потом мы устанавливаем тип углеводных заместителей, их расположение. Далее мы видим и подтверждаем положение заместителей других типов, и мы получаем итоговое соединение. И зная Брутоформулу, мы говорим о том, что это за структура. Для подтверждения структуры проводились и дополнительные эксперименты. Одним из типов таких экспериментов является проведение гидролизов сапонинов, которые позволяют получить в чистом виде исходный агликон, то есть вот это сапогениновое основание, вокруг которого путем прибавления функциональных групп строится вся структура. Такие эксперименты мы также проводили, и это вспомогательные эксперименты, которые позволяют однозначно подтвердить, ну или, как это любят говорить, доказать, что мы правильно провели идентификацию типа сапогенина, входящего в состав нашего соединения. Вот такой же сложный эксперимент для его выделения. И проведение дополнительных гидролитических процедур на стадии до проведения твердофазной экстракции, для того, чтобы в чистом виде выделить интересующий нас сапогенин. Извлечение методом твердофазной экстракции. Вот так меняется картина хроматограммы после проведения эксперимента. И после того, как мы это все выделили, мы еще раз по полной программе выделенный сапогенин исследуем тот же самый набор экспериментов. Это спектроскопия ЕМР, одномерная и многомерная с установлением характеристичных структурных фрагментов. Ну и возвращение к эксперименту с нашим карандашом и ластиком, благодаря которому мы находим нетрадиционный для обыкновенных женьшеневых компонентов вот такой структурный фрагмент. И следующий этап – это попытка разобраться, а с чем же связано наличие таких соединений. Оказалось, что для самого женьшеня такие типы веществ не характерны, но соединения, содержащие подобные структурные фрагменты, находятся в других растениях. Например, есть такое растение, которое называется «четочник молитвенный». Почему он «четочник»? Потому что из его ягодок получались при высушивании и извлекании косточки хорошие четки, из которых монахи делали свои четки для моления. Отсюда и название «четочник молитвенный». Оказалось, что для абрусовых соединений характерно присутствие подобного типа сапогенинов и подобного типа соединений, что, собственно, дает нам основание полагать две возможные гипотезы происхождения этого класса. Соединений в составе женьшеня вулуна. Первая гипотеза – это небольшая добавка продуктов «четочника молитвенного». Однако в широко доступной научной и технической литературе сведений о добавлении продуктов «четочника молитвенного» в женьшеневый чай нами найти не удалось. То есть это либо какая-то нерегламентируемая добавка, которая дает такого рода соединение, либо это просто процессы, которые протекают при ферментации, протекают в условиях производства женьшеневого улуна и в условиях произрастания абруса сходным образом. И после того, как мы вдоволь на развлекались с женьшеневым чаем, привезенным из Китая, мы также проработали еще целый набор женьшеневых чаев. Причем это были и аутентичные китайские чаи, и относительно доступные, не отличающиеся высоким качеством чаи производства России и чаи, которые позиционируются как мейнстрим, которые продаются практически в любом магазине. Это обычный чай Greenfield в пакетиках. Оказалось, что все эти характеристичные соединения абрусоподобные присутствуют во всех чаях, хотя очевидно, что технология производства этих чаев должна серьезно отличаться. Как видите, на хроматограмме совершенно четко виден набор характеристических близкородственных пиков, которые не характерны, как я говорил, для основного женьшеня. И вот здесь на картинке вы видите их молекулярные массы. И когда мы провели сравнение для того, чтобы установить, в чем же причина появления этих нехарактеристичных соединений, мы провели еще один эксперимент. Это сравнение хроматограмм женьшеневых чаев и сравнение хроматограмм, которые получаются при экстрагировании образцов листа, того самого четочника молитвенного. И, как видите, мы увидели значительное сходство в этих хроматограммах. Тем самым можно считать, что нам удалось доказать происхождение этих пиков как компонентов, которые добавляются в чай. И фактически мы установили, что вот эта группа соединений, заинтересовавшая нас, она имеет происхождение фактически не женьшеневых. Хотя, еще раз подчеркну, нигде открыто в литературе не говорится о том, что четочник широко добавляется в женьшеневый чай. Ну, конечно, кроме компонентов четочника, мы здесь наблюдали и целый набор характерных женьшеневых соединений, например, генсинозид РО, так называемый, и других компонентов, которые характерны как для женьшеня, так и для листьев четочника. Давайте я сейчас пролистаю, и мы вернемся к последнему слайду. Что же, собственно, это за четочник такой, который нерегламентированно обнаруживается в женьшеневом чае? На упаковке ни о каком четочнике речь не идет. Где вообще он используется и какими эффектами он обладает? Ну, прежде всего, препараты на основе четочника используются для лечения лихорадки, кашля и простудных заболеваний. Во-вторых, в традиционной китайской медицине четочник используется как средство для снижения фертильности, то есть препарат, который может снижать возможность зачатия при его приеме, и который также может при приеме больших концентраций провоцировать прерывание беременности. Это с давних пор известное его применение в китайской медицине. Ну и третье его применение. Иногда это соединение добавляют для придания сладковатого вкуса, но тем не менее сам по себе женьшень обладает ярко выраженным сладковатым вкусом. Поэтому говорить о том, что листья абруса четочника применяются для придания сладкого вкуса здесь, наверное, не стоит. Таким образом, вот такая вот история чая оказалась довольно сложной. Все эти исследования заняли более трех лет. Подчеркну, что же получилось. Во-первых, фактически мы показали, что в состав этого чая входят женьшенеподобные соединения, которые происходят не от женьшеня. Эти соединения обладают сильными физиологическими эффектами, которые в ряде случаев сильно отличаются от эффектов женьшеневого чая. Ну и кроме того, было показано, что даже в тех женьшеневых чаях, которые продаются в обычном супермаркете и которые пакетированы, в них совершенно четко наблюдаются характеристичные сигналы, отвечающие натуральному женьшеню. Так что женьшеневый чай, который продается в нашей стране во всех исследуемых образцах, мы действительно наблюдали женьшень. Поэтому могу советовать этот чай периодически употреблять. Ни в коем случае не стоит им злоупотреблять, поскольку он сильно тонизирует, а присутствие в этих образцах абруса может давать некоторые незначительные негативные эффекты. Думаю, что при умеренном потреблении этого продукта эффекты от него будут весьма и весьма положительные. Регулярно пью зеленый чай, регулярно пью зеленый чай с женьшенем, и вам, уважаемые зрители, советую употреблять китайские чаи. Женьшеневые, зеленые и бирюзовые. Большое спасибо за внимание. Спасибо.